Израиль в лицах Мне было 6 лет, когда началась война. За 10 дней до начала войны папа с мамой отправляли меня и старшую сестру, которой было 13 лет, отправляли в бабушки, в Белосток. Там было бабушки, много моих двоюродных братьев, родственников и так далее. Отправляли нас со знакомыми. А через 2 недели должны были родители приехать тоже в отпуск. И в последнюю секунду перед отправлением поезда папа сказал, Саша еще очень маленький, мне было 6 лет, он поедет с нами 25 июня. И больше я не видел ни моей старшей сестры, ни бабушки, ни близких моих родственников, ни двоюродных братьев. Они все погибли там. Ну понятно, 22 июня началась война. Да, так что я чудом сам остался живым. Потом у меня было военное детство. Вместе с мамой я эвакуировался в Уфу. А папа остался ждать сестру, дочку. Надеялся, что она еще вернется. Ну это было военное детство, я о нем помню достаточно хорошо, голодно. Так сказать, я знал, что люди умирают от голода. Папа чудом остался жив в блокадном Ленинграде. Его вывезли как дистрофика. И я никогда не забуду. Я играю на улице в мороз. И вдруг какой-то мужчина смотрит на меня. И вдруг у меня как сквозь туман пробивается, что это мой папа. Потом он ушел воевать. Потом он был ранен. Вернулся на костылях. Ну, живой. Военное детство. И я многого не знал про то, что было с людьми во время эвакуации, пока не попал в Израиль. Александр, сколько лет вы жили в России и когда переехали в Израиль? Я переехал в Израиль в начале Большой Олиги в 90-м году. Когда я попал в Израиль, я понял, как я был неправ, когда думал, что Израиль маленькая страна и мне здесь будет тесто. Как вы пришли к той идее, что нужна такая коалиция, нужна организация создать союз беженцев? Я приехал сюда в 90-м году вместе с женой и младшим сыном. Потом подъехал и старший. Младшим он был 13 лет. И я стал работать по специальности. Я ученый. Я работал сначала в институте Вайсмана, потом в институте Иерусалимском. И у нас возникли проблемы, связанные с сыном. У него был переходной возраст. И он очень самостоятельный. Лидер такой. И он стал уходить из школы, потому что... По ряду причин, которые я потом понял. Оказалось, что это массовое явление. Что 25% приезжающих детей в этом возрасте – это группа риска. И когда мы стали обсуждать с родителями этих детей в школе, в классе, в чем дело, мы пришли к выводу, что проблема в нас, в родителях. И тогда мы подали проект в Министерство абсорбции, в Министерство посвящения. Он назывался «Пойми своего ребенка». И был направлен на то, чтобы попытаться родителям объяснить, что это новая страна. И нужно себя вести как педагоги. Родители педагоги по-другому, чем там. Этот проект до сих пор существует? Нет, он очень хорошо прошел, он был поддержан. По нему было подготовлено 100 специалистов по семейной интеграции. Это был удачный проект, и он меня вдохновил. Это правильно все. Но оказывается, здесь много чего можно сделать. И тогда я выступил инициатором создания Союза ученых-репатриантов. И министр абсорбции, который был тогда Цабан, он сказал, что сегодня тут 20 организаций ученых-репатриантов. До тех пор, пока вы не сумеете объединиться, у вас ничего не получится. Вот тогда я и мои коллеги выступили инициаторами. И мы добились объединения в один союз ученых-репатриантов, который буквально через 2-3 года добился большого уже государственного финансирования трудоустройства ученых. 120 миллионов шекелей в год. Это так называемый проект Геладий Камея. Мы добились этого вместе с учеными университета собственными руками. Вот это вдохновило нас на то, что можно поднимать такие общественные проекты. Было потом много других. А 10 лет назад выяснилось, что самое тяжелое – это положение старшего поколения. И в частности, пострадавших во время Холокоста, которых было большинство. Я сейчас объясню, почему. И тогда мы создали наше объединение. Мы называем его «Движение за достойное будущее» на еврейских азидоковод, фронт уважения. Куда вошло тогда? Был 10 лет назад 150 организаций. После этого премьер-министр тогда сразу захотел с нами встретиться. Тогда был отмерт. Такое необычное. Сегодня в наше объединение входят самые большие объединения. Союз ветеранов войны. Объединение выходцев из... Объединение беженцев Холокоста под руководством Ефима Кипниса. Объединение выходцев из Белоруссии. Объединение выходцев из Украины. В чем главная цель организации? Главная цель нашей организации – помочь старшему поколению. Почему? Вот здесь нужно сказать, почему. Дело в том, что это не все, наверное, знают, что советские евреи в большинстве своем были беженцами. Во время войны из 5 миллионов советских евреев в живых осталось 2 миллиона. 3 миллиона погибло от немцев. Вот эти 2 миллиона, из них 1,5 миллиона – это эвакуированные беженцы. Они составляли очень высокий процент с этих беженцев эвакуированных. То есть те, которые не попали в гетто, в консулы. Да, да, они успели уйти. Понимаете? И получилось, что когда началась большая миллионная Алья, 200 тысяч людей – это были пострадавшие во время Холокоста в большинстве своем беженцам. В чем особенность? Смотрите, у них не было пенсии из страны схода. У них не было здесь ни кола, ни двора. По сравнению со всеми другими. И самое тяжелое, что в силу того, что приехал миллионная Алья, уже прошло 25 лет, до сих пор не решена жилищная проблема у многих из них. И они почти все свое пособие по старости вынуждены отдавать на съем жилья. Поэтому их положение остается очень трудным. Именно этой категории большинство – это беженцы. Хорошо, у меня такой вопрос. До недавнего времени государство больше все-таки уделяло и внимание, и финансы тем, кто пережили Холокост. И беженцы как-то оставались в стороне. Я знаю, что недавно ситуация изменилась. Можете раскрыть немножко? Здесь есть двусмысленность. Потому что, строго говоря, переживший Холокост, спасшийся во время Холокоста на иврите, это называется Ницулейшуа. Это не только узники концлагерей Гетто, но и беженцы. Но исторически сложилось в Израиле, что в 1957 году вышел закон. Я не знаю, почему его тогда так придумали. Но он сказал так. Те, кто приехали до 1953 года, это настоящие, выжившие в Холокосте. А те, кто приехал после 1 октября 1953 года, они уже лишаются многих прав. И больше всего этих прав лишились беженцы. Потому что узники концлагерей Гетто, они, может быть, меньше стали получать ежемесячную пособие, как пострадавшие, но они получали. А беженцы практически были лишены всего. И какая ситуация сейчас? Вот я хочу сказать. И вот первый раз была попытка в 2008 году эту несправедливость исправить. Но тогда правительство сначала заявило, что оно хочет это сделать, а потом подняло руки и сказало, отложим на потом. То есть был закон, по которому живущим ниже черты бедности и узникам концлагерей резко улучшили. А беженцы остались в стороне. Единственное, что им дали, это деньги на протезирование зубов и оплату лекарств. Но три года назад эту оплату лекарств у них отняли. И вот тогда наше движение начало активно бороться за восстановление справедливости. Вот практически с 1957 года по 2014 прошло 57 под флагом дискриминации беженцев Холокоста. Прежде всего. И сегодня среди всех пострадавших во время Холокоста большой праздник. Почему? Потому что 9 июня Кнесет утвердил закон, который был до того законопроектом правительственным, национальная программа помощи Ницулей-40. На это выделено 1 миллиард шекелей в год. И он поделен пополам. Половина идет узникам концлагерей Гетто, а половина идет беженцам Холокоста. Практически в среднем каждый пострадавший во время Холокоста получает надбавку 400-500 шекелей в месяц. Вот для беженцев Холокоста, особенно для тех, кто живет на съемном жилье или выплачивает мошкантов, это очень большая помощь. Это праздник. Праздник, я говорю, со слезою. На глазах. Почему со слезою? Потому что есть еще большое количество людей, которые не пострадали во время Холокоста. Они такие же люди. Им тоже непросто приходится. Но в Татклиниче хотя бы половина людей получили эту помощь. И здесь я должен сказать большое-большое спасибо христианским общинам всего мира и христианам, которые помогают Израилю и помогают в выжившем Холокосте. Потому что их помощь оказалась бесценной. Вот эти самые выходцы из бывшего СССР, которые попали в трудное положение, через помощь других организаций, таких как Коалиция Рука Помощи Израилю, которую возглавляет Анджей Гошаровский, получают эту помощь. И это очень-очень важно им было за все эти годы получать. И большое-большое вам спасибо за это. Теперь несколько слов, что в этом законе. Я буду рассказывать, что получают беженцы. Беженцы, во-первых, получают одноразовый взнос на их банковский счет. Тысячу долларов практически. В шекелях-3600 шекелей. Раз в году. И второе, они получают, им возвращают снова оплату лекарств. Сто процентов. Больничных кассов. Это очень важно. Через 10 дней мы в Иерусалиме собираем такую первую большую международную конференцию на эту тему. Эвакуация СССР 41-45. Это очень важно. И это тоже реабилитация. Реабилитация их, как пострадавших во время Холокоста. Вот понимаете, это очень мало известно. О том же, что на самом деле происходило. Сейчас уже в архивах люди работают. Есть много исследователей, которые это изучают. Поэтому я рассказываю сегодня о двойной реабилитации. Реабилитации в том, что нам известно, что было с еврейскими беженцами на территории СССР во время войны. Не со всеми. Например, многие очень вспоминают, что они в детстве столкнулись с ярко выраженным антисемитизмом. Не все. Но те, которые столкнулись, получили травму. И вот эти воспоминания написаны так эмоционально, так детально. Через 50 лет, пусть так и произошло. И самое интересное, что у очень многих совпадают болевые точки. Или это как они видят, как гибель людей на их глазах. Или когда умирает от голода в эвакуации. И все выделяют на самом деле две позиции. Вот эту травму от столкновения с антисемитизмом. И уже то, что они осознали потом, какой героический подвиг делали их матери, спасая их. Вот это идет во всех воспоминаниях на самом деле. И я возвращаюсь к тому, что я хочу еще раз поблагодарить на самом деле все христианские общины, которые поддерживают Израиль и помогают выжившим. Пожелать им успеха в их очень благородном и достойном деле. Вы упомянули, что скоро будет конференция. О чем будет конференция? Чему она будет посвящена? Смотрите, сейчас во многих странах мира, как правило, это выходцы из России, которые переехали туда, молодые люди, изучают эту тему. Тема эвакуации является частью Холокоста. И вот по следам, кстати говоря, этих воспоминаний, мы одновременно сейчас выпускаем на четырех языках. На русском, на английском, на иврите и на немецком. Эта книжка будет называться «В тени Холокоста». «В тени», потому что вот эта судьба беженцев, она была неизвестна. И теперь, так вот, эта конференция, если воспоминания, люди пишут просто свою память, что с ними было, то конференция – это другое. Это доктор наук, который взял эту тему. Он пошел в архив, немецкий, или казахстанский, или какой-то другой. Он сидит и смотрит документы. И на основании документов он много что пересматривает. Значение для нас конференции заключается в том, поскольку очень много изучалось наукой, скажем, и что происходило в канцлагерях, гетто, музее Твашем, то тема «Судьба беженцев Холокоста на территории СССР» осталось в значительной степени белым питом. Поэтому я считаю, что за оставшиеся годы, а сейчас как раз 70 лет со дня конца войны уже, то очень важно максимально стимулировать эти исследования, чтобы успеть вытащить из небытия правду о том, что же было с пострадавшими во время Холокоста еврейскими беженцами на территории СССР. Вот это смысл. Там разные специализации. Наука сегодня специализирована. Я сам с нетерпением жду этой конференции. Я могу единственное, что сказать, один из докладов, ученый из США, называется «Об этом даже страшно говорить». Об этом еще страшнее молчать. Как важно, чтобы взрослые люди, без разницы в какой стране они живут, имели достойное будущее. С вами была передача «Израиль в лицах». Смотрите нас на канале ТВН.